Уважаемые коллеги, такое произведение, прежде чем отвечать на отступившие вопросы и некоторые получавшие замечательные выступления, такое произведение, что почти все, вы можете было сказать, за исключением Юрия Васильевича, озвучивающие по имерженности либеральной платформы ее защищавшие, почему-то ушли. И это подтверждает тезис, что свобода оказалась выше, и таким образом эти тезисы в любом виде подтверждают этот ум. Мне все-таки представляется необходимо, несмотря на их отсутствие, ответить на выдвинутые тезисы и выдвинутую пенсику. В чем представляется основа научного исследования, любого научного исследования? Здесь есть анализ, который показывает различие, системы различия феноменов. Есть и синтез, который показывает общее. Поэтому тезис о том, что какой конструктив сравнивать либералист с фашизмом, это постановка вопроса лишена научного смысла. Имеет смысл в этом основа научного анализа. Через анализ показать различие, через синтез показать общее. Другая научная задача – это показать, что главное и что второстепенное. Это предполагает проведение факторного анализа. И вот очень меня удивило выступление Талек, который говорит, что это неконструктивно. Ну а как неконструктивно? Что такое либерализм? Давайте видим главные, сущностные его признаки. А какие сущностные признаки либерализма? Это свобода и индивидуализм. Индивидуализм. А отсюда следует тезис. Если максимализировать предельно свободу и индивидуализм, что из этого следует? Сильные побеждают славу. А это уже, собственно, фашизм, что я озвучил. Господин Тарасов, вот такой вот интересный у него был пассаж. Для тех, кто приближен к власти, никакого либерализма. Наоборот, для тех, кто приближен к власти, либерализм. А для тех, кто от власти отдален, никакого либерализма нет. Которые есть фашизм. Для одних свободы избрания, что для других... В общем, ничего этого не предоставляется. Не надо, прозвучал тезис Катамады, не надо критиковать либерализм. Это неконструктивно. А надо накормить народ. Ну кто бы сказал, что надо накормить народ. Но надо ли определять, что такое либерализм? Надо ли вообще... А какая модель-то в основе? Тезис Катамаду, что не надо с моделью определяться вообще. Но это первоначально. Давайте определимся, какая должна быть модель жизнеустройства. А вот этот тезис такой, что при либерализме-то и накормить народ не получится. Нужна оптимизированная модель жизнеустройства. И тогда народ будет... Тогда народ будет... Как он? Прозвучал. Чистого либерализма нет. Как и любой другой чистой системы. Совершенно справедливо, действительно, не чистого капитализма, не чистого социализма нет. Но есть нечто доминирующее в системе. Выявить это доминирующее и заключается в этом, собственно, факторный анализ. Тезис. Значит, у господина Тарасова. Не надо впадать в архаику. Социализм. Это был заявлен архаиком. Возвучал дедовский метод, строительство пирамиды, что-то такое. Мне представляется, здесь путаются метод и модели. Там говорилось на жестокости, а переносимость это как на критику модели. Отойцание всей системы. И вообще вопрос такой. Вот этот тезис традиционно либеральный. Это несовременно. Это антроично. А кто дал, в общем, право утверждать, что это наш анализ показывает в тысячелетии направление повышения социализированных потенциалов развивалось общество советский. Опыт, которому говорит, не надо возвращаться в СССР. Советский опыт по многим показателям СССР за всю историю существования России, ее исторических воплощений достиг максимальных результатов. Вернуться в какую-то систему в принципе нельзя. Но понятно, что надо изучать причину, почему развалился Советский Союз. Но, в общем, это не означает ставить КС на самой парадигме. Профессор Русгарин говорил о том, что, значит, вот есть точка зрения, она достаточно распространена. На Западе о том, что подобный социализм и фашизм, фашизм подобен социализму, это обвиняется. То есть нашему концепту, значит, можно противопоставить другие концепты и так далее. Вот тут вопрос о кайтериях. Был предложен кайтерий рассмотреть через кайтерии равенство-неравенство. В одном случае идеология равенства, социалист-коммунизм, в другом случае идеология превосходства, фашизм. Профессор Русгарин говорит, ну давайте поговорим о жестокости. Все идеологии, так или иначе, их политические воплощения имеют, вот, и в истории социализма была жестокость, в истории, там, либерализма была жестокость, где была жестокость, но на основе жестокости кайтерия вот классификации не построить. А если мы все-таки будем говорить о жестокости, жестокость фашизма и жестокость санкционизма, это разные вещи. Жестокость коммунизма, это некое забегание вперед, это попытка построить идеального человека. Человек был несовершенен, но его пытались тянуть, тянуть вперед, а переезжая в войны. Жестокость фашизма другого рода, это подавление других, потому что другой, он и момент, он несовершенен, он не станет более совершенным, он чужероден, он антропологически иной. Это принципиально разные, в общем, модели. Почему-то господин Тарасов не понял, значит, а что у нас в итоге, значит, он задал вопрос, а что в итоге у нас. По-моему, выступления, собственно, об этом и были. Была показана разводка, эволюция, коммунизм, социал-демократия, либерализм, корпоративизм, дальше фашизм. Мы максимизировали доброе дело, либерализм, мы находимся в стадии корпоративизма, и мы предупреждаем угрозе, что если дальше будем туда идти, это будет, в общем, фашизация. Еще подзвучало, вот в отношении свободы нельзя ограничивать свободу. Если мы ограничим свободу, это Гитлер по убору и так далее. Но никто не говорил о том, что вообще надо отрицать свободу. Никто об этом не говорил. Другое дело, что свобода находится в ценностной иерархии, занимает свою нишу, свое определенное место. Помним формулу французской революции «свобода, равенство, братство». Свобода, но и равенство, и братство. Свобода важна, занимает определенное место. Вот дело вопрос другому, если на этой основе делать социальную сборку, все никакой социальной сборки не получится, а будет мечта принципиально другое. Попутно хотел бы на Реклику и Васильевича отреагировать. Конечно, либералы любят Хрущева. Но выбрив Хрущев либералов, мне большое сомнение. С 1980-го года обещал построить коммунист, поэтому можно тут говорить, что это другой анализ, это о направлении банков коммунистического движения, но не о либерализме Хрущева. Поступил вопрос, завершая свою реплику, модели избрания, что либерализм, фашизм и ВТП похожие. Но если на вершине идеалу красно-этический, то сама модель избранничества начинает себя корректировать. Разве не так? Отвечаю. Если бы у либерализма и у фашизма был бы красно-этический идеал, то это не был бы ни либерализм, ни фашизм. Ценности, цели, средства, результат. Значит, ценность избранничества, она и определяет весь этот проект, и либеральный, и фашистский. Ценность избранничества, цель, если по идее четко номинировать эту цель, это достижение мирового господства. И дальше отсюда все последующие средства. И в общем, конечно, исторически был период, когда либерализм удалось корректировать. Это период после Второй мировой войны, но этот период не связан был с нравственно-этическим идеалом. Это был связан с наличием альтернативы. Есть альтернативный советский проект. Если либерализм не будет заботиться о правах рабочих, там, правдящихся и так далее, то, в общем, проект другой победит. Корректировка, мне кажется, была с этим. И завершаю цитатой Достоевского, которую я очень люблю, из дневника писателей. Там два его высказания, которые мне достаточно запомнились в отношении либерализма. Он тоже вот эту логику развивал. Сначала пришли либералы, потом они породили нигилистов. А за нигилистами приходит уже враг рода человечества. Такая логика Достоевского. Достоевский еще сказал, я обнаруживаю главного врага народа России сегодня. Это было в 19 веке. Это либерал. И мне представляется, что вот это у нас как-то затемнилось. А кто является врагами, союзниками, друзьями? И, в общем, это обнаружение остается актуальным так же, как в 19 веке. Так и сегодня. Спасибо.